Мы должны вспомнить вчерашнюю таблицу. Урок закончился, когда у нас была на тосте каких-то жутких размеров таблиц. Помните? С, М, С, В, С, М. И была у нас такая таблица, которую делала Настя. Мы должны сейчас записать в фибоначьевой системе научиться по фибоначьевой записи числа n определять фибоначьевую запись числа a, n. Мы вчера смотрели, у нас ничего не получилось. Так вот, оказывается, господа, смотреть надо было не на фибоначьевую запись числа n, а смотреть надо было на фибоначьевую запись числа n-1. Ну, понятно, что если у нас есть табличка с числами n, то у нас в предыдущую клеточку смотришь и будет n-1. Оказывается, для того, чтобы легко написать фибоначьевую запись числа a, n, мы должны сделать следующее. Мы должны посмотреть фибоначьевую запись числа n-1. в этой записи все числа заменить на следующие числа фибоначчи. То есть, скажем, пятерку заменяешь на восьмерку. 36. 36 это не число фибоначчи. 34. Что? 34. 34 на что? На 55. Ну и так далее. Значит, каждое число фибоначчи надо заменить на число фибоначчи со следующим номером. Единица с четырьмя нулями. На самом деле, есть простая логика в том, как все это выглядит. Единица с двумя нулями. 1, 0. И теперь вспоминаем последовательность a и b. 1, здесь 1 плюс 1, 2. Что там дальше? 3. А? 3. Честно, 3. 3, 5. Так, вообще, опять, в титатях проверьте, пожалуйста, потому что... 6, 6, 10. А? Потому что я запросто могу... 8, 13, 9, 20. Сейчас, сейчас, сейчас. 8, 13. Что тут у нас? 9. 9, 15. 11, 18. 11, 18. Спасибо. 12, 20. 12? Да. 12, 20. Дальше. 14, 23. 14, 23. И последнее. 16, 26. 16, 26. Спасибо вам большое. Для каждого из этих чисел расписываю по фибоначчевой системе. Единицы с двумя нулями. 1, 0, 1. Единица с нуликом. Единица с двумя нулями. Это я сейчас делаю то, что в прошлый раз делала Настя. 4, 0, да? Единицы, двойки, тройки, пятерки, восьмерки. Отлично. Девятка – это единица, три нуля, единица. Десятка – это единица, два нуля, один ноль. Берешь запись числа Н-1. К ней приписываешь нолик. Это и называется сдвинуть все числа. Понятно, да? И к полученному числу прибавляешь единицу. Вот это и будет АН. Давайте проверять. Скажем, Н равно 6. Это берем единицу с тремя нулями. Приписываем нолик, получаем единицу с четырьмя нулями. Прибавляем единицу и получаем вот это число. Проверяйте это по всей таблице, а главное докажите. Правда, что в первом лице будут появляться только числа, которые четные числа, нули на конце, а ближние только только нечетные? Так, среди Ашек? Да. Среди Ашек действительно у нас появляются только те, у кого четное число нуля. Это правда. Среди Бшек наоборот те, у кого только нечетное. И действительно, вы же помните, в прошлый раз мы сформулировали правило, как получается число Б из числа А. Да. Просто приписывание нуля. Значит, эти свойства равносильно. А почему не верно? Что? Значит, эти свойства равносильно. А, что-то нечетное число в конце, а для ближних. Да, да, да. Почему это верно? Ну, сейчас надо понять. Почему это верно? Нет, мы как бы, мы должны понять все сразу. Устройства этой таблицы. 1, 0, 1 и 2 нуля. Это 1, 0, 1, 0, 1. 1, 13 это единица аж с 5 нулями. 13 есть, 8 нету, 5 есть, тройки нету, двойки нету, единицы нету. 12 нету, 8 нету, пятерки нету, тройки тоже нету, двойка есть, единицы нету. Правильно? 21 плюс 2. Так, и что такое 26? Это 21 есть, 13 нет, восьмерки нет, пятерка есть, тройки нет, двойки нет, единицы нет. Ну, вот все. Все. Таблица создана, ну, то есть сделана то же самое, что вчера сделала Настя. Все согласны? Все согласны. Что мы должны повторять сделать? Мы должны, предположив, что число Н-1, это число Фибоначчи с каким-то там номером, с другим номером и так далее, и так далее, и так далее. Тут нехорошо А писать, давайте там, скажем, С, да? С1, С2, СКТ. Мы должны доказать следующую замечательную формулу, что АН-1, это вот что такое. Надо все номера чисел Фибоначчи увеличить на единицу. Как ни странно, это несложно сказать. Все присутствующие помнят главную формулу, как связаны между собой БН-е и АН-е. Да. Как? ЗН-е, РМ-е, РМ-е, РМ-е. Грубченый. БН-е, РМ-е, РМ-е. Считается, наверное. Считается, наверное. И, что называется, вы этим должны пользоваться. Может, надо воспользоваться, что предложение... Нет, секунду. Давайте я напишу сначала. Давайте я сначала напишу то, что предложение. Вот эта формула, да? И, господа, еще очень важная вещь. Доказывать этот факт лучше, что называется, сразу вместе. А именно, доказывать не только про А, но и про что? Про Б-С-Ра, конечно. Кто может мне сказать, какая формула про Б сейчас должна быть доказана нами? Сюда еще, может быть, надо еще что-нибудь написать, да? Да, два. Сейчас обсудим. Нужно трезво посмотреть на эту формулу и взять и подставить то, что мы хотим доказать для БН-ного и то, что мы хотим доказать для АН-ного в вот эту верхнюю форму. Там померночку прибавлять, потому что сложим это верхнее. Я секунду. А. Мы не будем торопиться. Вот у вас есть сейчас возможность взять и подастки и написать, ну, в общем. Это еще можно вспомнить явную формулу, что-то корень. Я не хочу вспоминать явную формулу. Я хочу, чтобы вы сейчас вся... В том, что сейчас Фибонача относится примерно как соседний, как корень из пяти плюс один. Вам что, жалко сложить, а? Ну, и все, и пол. Вам просто жалко сложить. Что у нас будет? Фи Ц1. Когда мы складываем вот здесь вот, у нас здесь будет АН-ное плюс Н. И что там дальше будет? И минус 2. Правильно? Замечательно. А теперь внимание. Что происходит, когда здесь складываешь? Что происходит, когда здесь складываешь? Что происходит, когда здесь складываешь? Все получается замечательно. Согласны? Только вот здесь получается АН-ное плюс Н минус 2. А здесь у нас БН-ное минус 1. А? То есть что надо еще сделать? Плюс 1. Так вот, господа, если мы вот так вот, что называется, написали, то, честное слово, у нас вот это равенство выполняется. Разве нет? Да. Ну и что? Не досталось доказать, что в последовательности АН и БН встретятся все натуральные числа. Осталось доказать, что в последовательности встретятся все натуральные числа. Давайте подумаем, а не очевидно ли это? Ну, потому что АН-ное это номер местным, на котором стоит Н на БПС, а АН-ное это номер, на котором стоит... Нет. Мы переопределили последовательности АН и БН, потому что сочетания получились еще такие же. Ну, в последовательности, заданные вот таким образом, разложим число Н-1 в любую систему исчисления, и дальше определим АН и БН вот так. Так, смотрите, значит, любое число, ну, кроме случая Н равно 1, но для него как бы и так все хорошо, да? Да. Для 1, извините, считаем, что АН равно 1, то Н равно 2. Да. Вот, так вот, для любого большего единицы натурального числа существует Фибоначчевая запись. Да. Вы помните, какое там свойство, что С-шни отличаются больше, чем на единицу друг от друга, да? Это Фибоначчевая запись. Дальше. Дальше определим. Тогда вот таким образом АН и БН. Теперь докажем, что эти последовательности совпадут с теми, которые мы определяли до этого уровня. Места, на которых стоит С, и места, на которых стоит Н. Действительно, заметим, что в них встречаются все натуральные числа. Каждое натуральное число ровно один раз бывает здесь, и ровно один раз бывает здесь. Почему? По однозначности разложения числа Фибоначчевая система исчисления. Вот, если у нас есть какое-то натуральное число, разложим его в Фибоначчевую систему исчисления. Пусть на конце есть единица. Последняя его цифра – это единица разложения. Тогда это значит, что это число встретится вот здесь. В последовательности БН. БН-1. Встрелится, да. А если у него на конце был ноль, тогда он встретится в последовательности АН-1. Почему они совпадают с теми? Потому что, куда им деться? Их сумма, ну, сумма АН и Н из этих формул, очевидно, будет равна БН. При этом последовательность АН возрастает, последовательность БН возрастает. А с таким свойством последовательности две единицы могут определяются. Ну, просто начинаешь написывать и… Как я добыть? Верен такой факт. Как бы мы не разложили число М-1 в сумму разных чисел Фибоначчи, не обязательно с запретом этих самых… Как бы мы не разложили сумму разных чисел Фибоначчи, все равно эти две формулы верны. То есть, не обязательно Фибоначчи его запись, а просто, если число Н-1 – это сумма попарно различных чисел Фибоначчи, то, когда АН… То вот АН-е и БН-е можно вычислить под этим формулами. То есть, когда это Фибоначчи в записи, это вы поняли, правда? Мы сегодня объяснили все. А вот когда это не Фибоначчи в записи, а просто сумма попарно разных чисел Фибоначчи. То есть, у нас есть какая-то штука в единице ноли, которая является неправильной записью Фибоначчи. Ну, разрешены две единицы рядом, да? Вот. Ну, рассматриваем число, которое является суммой всех соответствующих чисел Фибоначчи. Тогда у него можно взять правильную запись. Да. Для нее все будет хорошо. Да. А с другой стороны, можно, смотрите, любую неправильную запись потихонечку переделывать в правильную. Идея какая? Берешь две единицы подряд, и эти две единицы заменяешь на нули, а единицы поехали вперед. Да, причем берем две единицы, которые самые первые. Да, конечно. И потом еще вперед. Понятно, да? Вот так мы будем постепенно с начала числа как бы разгружать единицы вперед. Этот процесс может, конечно, долго, долго длиться. Да, но в какой-то момент он слезан. Да, у нас в алфавиком порядке, я надеюсь, что в одном направлении. Ну да. А теперь говорим, что для этого-то все верно, и откатимся назад. Ну вот, мы говорим, что если сюда приписать ноль, от этого сам процесс не изменится. Ну конечно. И если приписать два нуля... То есть приписать 0,1 тоже процесс не изменится. Ну вот, значит, если мы доказали это свойство для просто фибоначевой записи, мы доказали это для... Ну а для фибоначевой записи мы это доказали. Да. То есть для просто... А для правильной записи все хорошо. А почему-то мы можем записать ноли. Потому что переход от этой записи к этой записи. Это он вам объясняет, что прибавление единиц к номерам, одновременное увеличение номеров всех на единицу, это то же самое, что приписывание ноли, как записи числа. А увеличение всех разводов и плюс еще один, это вот приписывание ноли и день записи числа.